эс дресть всем друзья привет уленьки продолжаем играть nf марш 22 ферма и что у нас друзья происходит у нас наступил август а август это большая уборочная продолжается но сперва давайте посмотрим чем закончилась прошлая серия а прошлая серия друзья закончилась тем что я работал на 50 поле на это самое 50 поле мы засеяли люцерну соответственно в октябре у нас будет первый показ этой самой люцерны по точному земледелию здесь у нас кстати да собрал я лен вот такая вот была урожайность это скажем так довольно плохо но и по эко счету здесь все прекрасно кроме ph и азота то есть поле не было посыпано известью практически никак и все плохо было с удобрениями все это дело мы исправили здесь все теперь идеально у нас и будет максимально урожай насколько это возможно в октябре скосим и это поле у нас станет на 100 баллов также друзья по поводу наших полей канулу в этом месяце можно сажать мы ее посеем сеять можно до канала у нас сеет канулу друзьям и посеем на наше 45 поле чтобы тоже там точно это земледелие привести к норме боже как здесь пройти то здесь уже немножко выросла травка 2 стадии из трех но я думаю что это будет не проблема если сеялка не возьмет несмотря на то что она с культиватором не начнет здесь сеять то пустим культиватор это не проблема те поля на которых у нас росла канула до в следующем году опять-таки мы вернем сюда траву когда соберем эту канулу а после пары урожая флюцерны мы будем на том поле сеять канулу вот такой вот у меня план соответственно два маленьких поле где у нас раньше росла канула мы сюда посеем что-нибудь зерновое я подумал друзья что на одном поле мы посеем пшеницу для производства семян а на другое поле мы посеем что-нибудь что у нас идет во вторую линию протравителя чтобы они параллельно работали а здесь у нас идет пол барош или третий коллег или третий коллег боже я даже не знаю что это такое на самом деле давайте посмотрим календарь когда у нас это все дело сеется а это все дело у нас сеется в сентябре и пшеница и ячмень тоже соответственно за 7 это все дело у нас в сентябре также друзья что еще нам надо сделать нам нужно выполнить 20 контрактов на уборку соответственно как и в прошлый раз я это все сделаю и свезу все на склад плюс всю солому свезу на склад которую на тырю но и там по времени буду смотреть может быть эти контракты по закрываю но в общем то хочется мне максимальный выхлоп получить и на тырить максимально урожая например пшеница нам на протравитель семян понадобится плюс там есть еще много всего интересненького также друзья с 50 поле мы собрали лен лен у нас пойдет на продажу сейчас цена вообще не вкусная 503 в январе обещает быть 693 евро плюс минус в общем-то 230 тысяч в январе мы за это дело получим плюс льняной соломы получилось еще больше забит весь склад тюков и еще на элеваторе у нас на основном что-то лежит опять-таки в январе самая вкусная цена почти 400 тысяч мы получим в общем-то в январе и продадим тогда также друзья у нас расплодились свинки в сентябре а вот эти вот товарищи наши 23 месячные станут 24 месячными и мы их продадим по 1200 вот этих товарищей давайте наверное оставим штук 200 остальных продадим нас останется 500 штук которые будут плодиться по поочередно мне кажется это хорошая идея погнали наверно сразу это сделаем хотя нет мы это делать сейчас не будем потому что у меня есть сейф в час ночи я решил начать работать именно оттуда потому что время пришлось останавливать не хватило мне суток чтобы всю работу доделать что было в прошлой серии так вот друзья надо очень много всего убрать это понятно но у нас есть три комбайна в общем то это все сделаем по поводу производств животное показывает что нет места протравка семян показывает что закончится но там нам нечего ввести все остальное больше суток у нас еще работает поэтому ничего делать не будем ничего никуда возить в августе я не буду то есть основная наша цель на август это заработать кучу денег единственное что надо нам перевести друзья это некоторые продукции с наших производств в частности удобрения их уже есть 71 куб несмотря на то что кстати я уже удобрял этими удобрениями 50 поле там наверно кубов 30 ушло а также друзья семена которые у нас уже тоже есть 156 кубов надо все это вывести на элеватор чтобы наши сейлки ездили заправляться уже туда нашими семенами лучше сделать это все чтобы из одного места было потому что если мы поставим пополняться семена из протравителя семена то можно сделать это не проблема но здесь ему не смогут загружать удобрения а так мы из одной точки будем загружаться и все у нас будет хорошо это наверное уже знаете ли входит в привычку что я в начале серии вот так вот на ночь глядя записываю какое-то вступление о планах а потом на работе буду все это делать да кстати есть уборка друзья у нас хмеля и у нас нет жаток я до сих пор не нашел жатки которые буду использовать потому что прошлое которые я нашел которые мне понравились оказались немножечко забагованными в общем-то если я что-то найду я это дело прикуплю и обязательно вам покажу а мой план на завтрашний рабочий день вроде как понятен поэтому друзья мы встретимся когда я добью контракты или если не успею в общем-то завтра вечером то что я буду записывать и тогда и встретимся и еще один моментик такой в конце последние 25 серий в конце каждой серии я друзья запускаю титры в которых выражаю свою благодарность всем спонсорам которые поддерживают меня на бусте как правило мало кто у нас до конца досиживает это то и понятно как только говоришь фразу на этом мы и заканчиваем все в общем-то серию и закрывают и наверное раз в 25 серий можно себе позволить запустить эти титры прямо сейчас чтобы страна знала своих героев спасибо ребята вам огромнейший за поддержку если что вдруг кто сегодня у меня на календаре вот ночь с 16 на 17 октября и уже записывается 26 серия и на этой неделе она наверно выйдет и 25 уже были выложены никто не хочет ждать следующую серию то на пусть и она уже давно есть примерно вот как-то вот так вот все прошу прощения что отвлек ваше внимание от такую кому-то может быть бесящие мелочи дальше только полезная информация в общем-то встречаемся после уборочной друзья ну что ж друзья 14 17 у нас на часах минус 98 тысяч на балансе серии середина августа из 19 контрактов на уборку не выполнено 4 соответственно весь урожай был свезен на наш элеватор солому друзья задолбался и убирать вот прям вот задолбался больше никаких сраных тюков потом возьмем себе фуражник кубов на 200 на 300 хотя бы наверное на 270 сделаем потому что у нас как раз вот волю которая с тюками ездит она 270 8 но это ладно друзья это потом наверное к октябрю надо будет это делать но ладно там друзья надо закрыть все эти контрактики на собирать денежек и купить жатки для хмеля 4 контракта осталось именно на хмель плюс со всего вот этого то что мы собрали нам нужно немножечко наворовать урожая например вот горох нам нужен пшеница нам нужна рожь нам нужна с органом надо третикали нам надо фасоль нам нужно и он у нас уже лежал на складе поэтому остатки мы наверно тоже оставим себе поэтому погнали заниматься херней и вывозить все так чтоб вот было четенько зачем нам этот урожай оставлять так это черт я калькулятор забыл один момент как быстро я вернулся сила монтажа так вот зачем нам оставлять этот самый урожай мы это все дело переработаем в семена и давайте начнем друзья наверно с того чего у нас меньше всего пшеница и соргу это по одному поле у нас было начнем тогда вот с этого мана блин ребята смотрите сколько у нас льняной соломы если мы ее продадим по хорошей цене это 822 тысячи охренеть сейчас мы ее продавать не будем соответственно так вот пшеница у нас было всего одно поле нам надо привести 123 куба 100 литров и это больше чем 2 мана у нас еще маленькая возилка есть поэтому все нормально отвозить нам это все дело надо на склады поэтому 2 мана мы отправляем по одному рису сделать первый пошел и второй пошел сначала он поедет чиниться ну ладно пускай едет плюс еще четыре тысячи триста нам нужно отвести с помощью вот этой штуки соответственно вводим здесь 4 300 и его мы тоже отправляем давай едь шуруй у нас остался еще один ман и остался еще контракт на сорга который тоже такой не сильно большой а 39 700 надо привести сорга и привести надо на жд вокзал давайте белого мана отправим это сделать вводим ему 39 700 одна поездка на жд вокзал везешь сорга вперед погнал вот пока не едут погнали посмотрим на наши поля потому что работа на наших полях тоже была такая забыл совсем они мы еще не засеивали это поле выросли сорняки все правильно тут урожай убран и тут тоже самое все понятно на 37 вот салон бобовых я не убирал ну как бы и ладно главное солому льна было собрать значится сорок пятое поле друзья я засеял канолой и забыл прикатать надо ее прикатать до сделаю завтра на работе если не забуду и плюс друзья если мы здесь проведем контроль сорняков то у нас будет 99 баллов насколько я понимаю сорняки вырастут завтра в смысле в сентябре и мы от них избавимся а 50 поле а я показывал уже тут у нас в общем то тоже все хорошо соберем первый урожай в октябре и у нас повысится еще и первые вот эти вот две графы что тоже будет прям замечательно вот эти маленькие поля будем засеивать завтра то есть в сентябре но и там скорее всего тоже это все выведем наш эко счет в хорошее значение а пока ребята там развлекаются давайте посмотрим что мы еще можем отвезти что-то сорга как-то осталось всего один куб не сильно много пшеницы 4 куба но ладно это все на семена пойдет лишним не будет давайте может по порядку эти горох горох мы вроде аж с трех полей собирали он 21 68 400 надо отвезти а и второе поле только 206 400 с двух полей 274 800 нам нужно отвезти так а сорга нам засчитали красота но и до кубика как обычно продается а и так с горох нам нужно отвезти 5 поездок и одна из них должна быть 37 200 ввести его надо на гитро и даг о боже что это так бумкнула вы же слышали этот звук лишь не показалось давайте тогда перехватим наших кто у нас тут чего возит значит и у нас везешь горох на гитро и даг два раза погнал ты у нас стой везешь горох на гитро и даг один раз и везешь 37 200 но тег тоже погнал и красный ман уже поехал парковаться но ему рано ты у нас тоже везешь горох два раза и тоже на гитро и даг погнал ты охрененную точку просто выбрал друг но в объезд же можно было чет что началось это вообще кстати друзья свинок я наших тоже продал оставил новорожденных 210 штук в общем то у нас 245 будет таких уже относительно взрослых и 210 мелких которые тоже скоро начнут плодиться а вот этих мы завтра продадим как завтра в сентябре а черт чуть не отвез не на то место как ты так не заметил даже друзья думал сегодня именно в эту игровую сессию еще водочистную станцию поставить но видимо завтра вечером это будем делать уже после того как уберем весь хмель я думаю денег там и сейчас под ними просто на уборку ушло очень много времени вы бы только знали можно кстати еще и финансы глянуть за август то что сегодня в первой половине дня у нас произошло пока они там катаются на 71 тысячу мы продали свины свинок наших двести шестьдесят одна тысяча у нас обслуживание техники 40 тысяч цена производства доходы от продажи урожая сейчас чуть-чуть поднимем пара тысяч будет доходы по контрактам 172 тысячи это уже была куча удобрений ну как куча парочка и один контракт на известь кстати попался на 63 поле и вспашка там еще потом случилось так что вроде как она сейчас все не лагает и другое это соответственно наверное было вот это вот известь плюсы свои поля свои поля засеивал удобрял своими удобрениями да это и и было то известь известь мы еще не делаем поэтому до нее приходится платить ее приходится покупать но все равно контракт на 30 тысяч был поэтому это того стоило кстати сегодня в августе цена на dvp dsp выше чем мы продавали она прям вообще хорошая хорошая видимо к календарю привязываться не надо надо просто мониторить вот эти вот цены каждый день да и все семян зато у нас кстати уже много 172 куба удобрений много потрачено уже было жидких удобрений уже 51 куб и вот не знаю ставить ли склад жидкостей принципе кстати их вот сейчас и можно продать за 55 тысяч вывести один прицеп у нас нет такого прицепа моего еще не купили но сегодня купим на 50 кубов или купить поливалку для жидких удобрений и соответственно поливать поля жидкими удобрениями а сухие все продавать хотя с другой сторона сухие у нас в сейлку идут короче пока что я еще не решил поможете свое мнение в комментариях черкануть что с этим делать буду вам признателен несколько солома не убранная валяется аж обидно и оставлять но друзья устала салон устал от тюков больше все и не могу не хочу далее друзья пока вот эти товарищи сейчас быстренько отвезут последнюю последние прицеп чеки гороха о 12 800 у нас осталось на складе не так плохо давайте дальше смотреть у нас есть еще фасоль фасоли надо 155 300 на перекупщика зерна давайте потихоньку тоже загружать наши грузовички это у нас получается два полных и 136 500 вот этот пускай будет 36 500 и везешь ты фасоль перекупщику зерна погнал а пока вот эти товарищи разгружают горох давайте сразу же и назначим им следующие поездки точнее подождем пока она разгрузится разумеется без два контракта сразу еще мы закрываем 55 поле бзды не готова и поле 21 сейчас там сзади товарищей сейчас выгрузит а ты у нас тогда едешь и везешь фасоль и тоже перекупщику зерна погнал этот товарищ первый который фасоль уже повез скорее всего разгрузится и доедет обратно быстрее чем красный поэтому мы ему скажем сделать на еще одну поездку это быстрее будет и просто отменим лимит загрузки не 21 поле у нас тоже выгружается и еще 2 800 что многоватенько прям получилось там по кубу по полтора с двух полей бог с ним этого товарища который первый разгрузился мы тогда прерываем и сбрасываем у лимитой один разик и мы говорим тоже съездить еще привести нам фасольки сюда еще одно поле тоже будет готово что нам еще надо оставить 3 текали нам надо оставить его тоже здесь не сильно много тоже всего одно поле было но большое 209 400 надо привести получается 3 грузовика полных и 131 200 возим и на райфайзен давайте наверное друзья зарядим возилку нашу маленькую два раза съездить по 15 600 например как раз 31 200 получится выставляем ей 15 600 выставляем ей райфайзен райфайзен наверно правильно читается и выставляем ему 3 текали и два раза погнал вот эти товарищи у нас сейчас фасольку отвезут как раз парой вернуться и моим тоже по одному разику отправим на этот самый райфайзен отвести 3 текали еще мы собирались оставить рожь и лен лен не обязательно прям оставлять моего просто копим на продажу потому что опять таки у нас его столько что если мы продадим его сейчас это будет 367 тысяч а при максимальной цене там будет почти 500 а это разница поэтому лучше оставить еще у нас здесь остается гречиха блин а ты заслоняешь весь обзор дружище у нас тут еще остается гречиха чечевица и они никуда не идут на их просто скопом продадим фасоли 6 кубов осталось нормально пойдет с миру по нитке и будут у нас семена по крайней мере так вот чечевица нам не нужна вообще и гречиха нам не нужна вообще а вес наверное зимой тоже когда цена будет максимальной тоже продадим он лежит уже не один год по моему у нас все толку с него 0 так кстати подъезжаю давайте настраивать на райфайзен что мы там 3 текали повезли вот с этого товарища мы начнем райфайзен и 3 текали давай друг погнал едь грузись счет этот выгрузится моего тоже перенастроим он у нас тоже едет на райфайзен и тоже одна поездка давай погнал и вот этот сзади товарищ мы вот тоже ставим 3 текали и выгрузку ему тоже ставим этот самый райфайзен вот здесь на 1000 получилось лишнего прекрасно все давай едь на элеватор загружайся 3 текали и тоже это все дело отвози а мы смотрим контрактики дальше рожь нас интересует у нас с двух полей есть рожь довольно таки многое здесь получилось надо привести 291 800 и 142 300 434 100 а у нас 459 кубов лежит так что останется нам нормально тут довольно красивая цифра получается 7 полных манов и 18 300 в остатке у нас вот этот вот прицепчик на 18 500 по моему так что его тоже полным можно будет отправить единственное в одно ли место нужно возить одно в порт и второе тоже в порт до в одно место значит один ман поедет три раза два мана по два раза и на что этот маленький прицепчик тоже поедет один раз съездит вот этого мана перехватим 1 он у нас поедет на три раза и возить он будет у нас рожь 1 освободился значит 1 и поедет и больше будет работать как у нас всегда это и получается в нашем мире быстро работу сделал тебе в плечи дадут еще и не похвалят даже что ты молодец первый ман пошел разгружаться выставляем ему рожь и выставляем ему порт вырубаем ставим 3 поездки и отправляем давай друг погнал далее наша возилка трактор ты тоже самое тебя он стоит ставим ставим рожь рожь и ставим порт ему надо будет съездить один раз причем полностью загруженным поэтому тут мы это все дело сбрасываем один раз погнал вези далее черный манах то же самое ставим ему рожь он начинает выгрузку ставим ему порт готова сейчас он выгрузится моего выключим поставим у две поездки и включим обратно готова выгрузился 70 процентов у нас при доставка выключаем ставим 2 поездки давай едь и переключаемся на наш белый man последний то же самое ему абсолютно проделываем ставим рожь ставим порт он у нас выгружается 645 всего лишь евриков нам излишков падает то есть продали минимально две поездки в порт давай тоже шуруй но вот сейчас уже придется немножечко подождать тем более в порта путь у нас не самый близкий черт ему четыре минуты ехать в одну сторону и три поездки короче пошел я пока перед сном сделаю эти водные процедуры свои и знаете друзья еще время пожалуй приостановлю сделаю 05 там немножко пришлось прим промотать потому что был дождик завтра на работе мне придется добить вот эти вот четыре контракта и вот эти вот все еще появятся культивации тоже надо будет сделать а после всего этого мы с вами встретимся и будем ставить водочистную станцию и чтобы не было сильно темно наверное пускай лучше время будет приостановлено мне-то пофиг но вам-то все это дело смотреть такое себе будет правильно на порт это самый неудобный маршрут он еще ездит кругом не круглями а петляя зигзагами и у него нет времени даже разогнаться нигде на следующем году наверное рыбака сюда поставить прям вот сюда будет нам рыбку ловить мы ее будем продавать и зарабатывать денежки прям очередь на разгрузку получилось но а что поделать этим еще по разику надо будет съездить а тут который первый уехал и еще разик лишний ландини едет парковаться смотрите насколько далеко вперед уехал ман максималка у него больше но ландини один хер его сейчас догонит ну что он так в поворотах скорость не сбрасывает о чем я и говорил да расстояние с ними до нуля почти сократилась она друзья на самом деле не сильно я сейчас хочу ждать все это дело из того что мы хотели оставить мы оставили но лен еще такое это не принципиальное остальные продукты у нас продаются в ноль соответственно все что оставили мы везем на протравитель семян и запускаем его не там получится что мы запускаем третью четвертую линию еще дополнительно давайте мы сейчас еще примем контракты которые мы доделали в общем-то дохренища контрактов и у нас стал положительный баланс двести сорок две тысячи этого мало мне сейчас надо триста семьдесят пять тысяч ну ладно ждем тогда пока рожа закроется правда все равно этого будет мало 104 тысячи нам здесь заплатят черта вот как так а придется добивать это контракты хотя чё ждать друзья деньги нам нужны на новые жатки очередной модик в общем-то мне тут посоветовали тоже не пакут этих квазаров а чисто 12 метровая тоже она красится во все цвета точнее не во все такие основные не холландовского нету прикиньте но есть джон дир желтый я думаю на вполне себе подойдет черта перекраска 8 и 5 ты обалдеть в любом случае нам надо купить три таких штуки соответственно вот так он будет выглядеть джон диревская или может даже и вот такой сделать тоже неплохо да ну и соответственно классовские цвета черта белого здесь нет в основном цвете есть еще белый классовский вот я бы наоборот сделал но в общем пойдет цвет класса тоже пойдет в общем то вот три таких же аточки я куплю заодно их проверю если они будут прекрасно работать не будет таких косяков как прошлый раз то соответственно на сайте киев по ссылочке в описании где все моды лежат от этого прохождения вы их сможете скачать плюс друзья о по лайминг это прекрасно на культивацию дохренищи контракта все что мы закрывали у нас появляется их опять 19 штук и в общем то завтра за день это выполню и мы встретимся вечером тогда будем устанавливать водочную станцию проводить к ней маршруты и все такое прочее хотя для вас тоже будет прям через несколько секундочек и так друзья у нас 16 15 вечера какое-то время вообще это самое время пришлось останавливать я почти добил контракты на культивацию три поля сейчас обрабатываются два из них чизелями они вроде как через полчаса закончат и два больших поля на одном уже наш большой культиватор работает на одно еще вот ему осталось 42 самое большое то что мы убирали но какое-то время какое-то время ему покататься придется смотрите что у нас на складе осталось у нас осталось 12 почти 13 кубов гороха 4 куба пшеницы ржи 24 куба сорга полтора третикали 8 фасоли почти 6 и хмеля почти 64 куба это все добро нам надо отвезти куда правильно на удобрение я думаю что мы ради вот этого всего дела она мы запустим 2 мана которые там там где много надо так запустим маленькую возилку пускай она катается крутится так ты у нас один раз отвозишь хмель на производство семян выгрузка давай погнал ты у нас на производство семян выгрузка везешь рожь тоже один раз погнал наша возилка будет возить все подряд когда будет ей периодически менять что она будет грузить горох пшеница ассорга третикали фасоль и хмель ему надо будет шесть раз в общем-то съездить ты тоже едешь на производство семян выгрузка 6 поездочек тебе и начинай мой друг с пшенички погнал так черный сейчас до конца не загрузится его надо будет вручную отправить чем это сделаем же ему там на 85 процентов не хватит возилки мы поставили 0 процентов он в общем то сегодня будет хорошо главное за ним сейчас вот следить здесь чтобы когда он загрузится ему сразу менять то чем он грузится рожь 24 куба все давай погнал так он сейчас грузит у нас пшеничку да давайте мы следующий горох поставим только тронется сразу можно будет менять меняем на горох все и за ним просто следи на наш помощь топлива хватило 6 заправиться то счетчик сбросится но это ладно и так вообще что мы хотели сделать мы под нас собирали немножко денежков и сегодня я хотел поставить водочистную станцию и в общем-то погнали ее ставить она нас ставится вот на этот вот участок затем сразу купим участок номер 62 он недорогой 83000 всего стоит и давайте его посетим вот довольно таки большая территория но в общем-то она наполовину и будет занята этой самой водочистной станции единственное предлагаю только ее предварительно разровнять не знаю надо ли это здесь мне знаете ли хочется чтобы было ровно но денег не списывается кстати за ровнение мне немножко вот списывается немножко где-то что-то списалась но это ладно вот эта вот территория нам главное чтоб она была ровной на нее мы сейчас и всунем нашу но вот эту хреновину кстати надо отправить нашу возилку вот эту как возилку наш любимый трактор на поле номер 20 и давай ты предварительно съездишь на нпз и заправишься топливом это наши комбайны все сожрали а кстати жаточки да да я вот такие вот приобрел красивенькие под цвет наших комбайнов так что тут все у нас путем так сами давайте тогда ставить водочистную вот эту вот хреновину она у нас находится в производствах это одно из немногих производств которые я знаю как выглядит визуально вот так вот она выглядит стоит она 600 тысяч но здесь как-то прям очень дохренища потребуют за тараформинг да друзья предварительно мы сохранимся потому что знаю я вот эту вот всю историю сейчас как поставлю она как поставится ну я так понимаю она как-то вот так вот должно стоять здесь в общем то давайте ставить бздынь земля кончилась все на что падает свет мое ачивочка в стиме так по ландшафту здесь вроде как ничего такого криминального нету я не вижу да немножко здесь при опущена но это ничего страшного прям резких скачков здесь нет да немножко вдавило она все это в землю но здесь никаких поддонов появляться не будет никакого триггера такого нету поэтому не страшно здесь скорее всего должна была быть разметка бордюры есть все вроде бы все нормально и такс что такое наша водочистная станция она у нас источная перерабатывается точную воду в чистую воду плюс она дает нам компост и жидкий навоз в общем то разделяет это все дело на жидкий навоз в принципе лишним наверное не будет ну ладно также она этот самый жидкий навоз умеет на воду и компост распределять я вот не знаю имеет ли смысл включать эту линию также эта штука умеет просто качать воду есть такая штука скважина 50 их обслуживания 50 энергии вот вам 5000 литров воды я думаю что это смысла этого тоже нету но и дегистат она тоже умеет очищать у нас я тоже в этом смысла особого не вижу дегистат можно возить на наш сепаратор там его разделять на сточную воду и гербициды оттуда и навоз доставать мне кажется это более полезное да и жидкий навоз на яра тоже но так лучше пускать поэтому сюда мы будем возить только источную воду ну и может быть запустим линию очистки жидкого навоза и здесь будет перерабатываться именно тот навоз который у нас здесь и собирается потому что будет собираться вот 3000 за цикл в час и здесь перерабатываться будут эти самые 3000 за цикл то есть в час кто-то прибыл на парковка зерновоз кстати наш вот этот товарищ загрузился горохом потом надо посмотреть что ему следующее ввести еще один прибыл на зерновоз отлично следующий он повезет соргу поэтому давайте ему это и поставим здесь соргу отлично давай вези это все дело также друзья кстати раз мы занимаемся уже водичкой больших объемах все вот это дегистат и вся вот эта история контракт на поле 56 завершён это прекрасно мы его принимаем 22000 здравствуйте да все контрактов нету осталась тюковка да кстати только маленькие поля большие видимо я тюковал да в июле уже забыл так давно это было и два урожая белая капуста и картофель которая тоже не брал так вот нам нужна большая бочка и для нее нам нужен грузовик и друзья такс не такой грузовик нам нужен не модовый грузовик а я думаю что имеет смысл взять вот эту вольву сделать ее прям мощной мощной потому что 50 кубов возить 50 тонн воды этот мощность нужна как бы можно и немножко заколхозить конечно но я в этом особо смысла не вижу настройка крыши slipper и xl но как бы спальник не нужен да хотя здесь тоже спальник есть ли здесь нету спальника но и смысла в этом особого нету и вот не знаю какой цвет и может сделать хотелось бы конечно оранжевую но оранжевая volvo у нас уже есть цвет класса вообще не смотрится желтый такой не очень желтый gcb в принципе вроде и норм боже мой давайте сделаем вот такой цвет мне в принципе нравится пойдет для воды знаете ли сама то и номер моему ставим разумеется 64 отлично он уже и был выбран покупаем 220 тысяч 900 евро кошмар за грузовик но и бочка нам еще нужна на нас вроде бы в прицепах находится у нас нет на нее денег гениально ладно тогда мы пока что у нас вот 53 поле закончилось 32 тысячи мы получаем и 72 у нас остается нам надо 79 да значит ждем пока закончится 58 поле вот этот товарищ как раз приехал на загрузку посмотрим что ему следующее грузить пускай будет 3 текали до 40 совсем немного он здесь получил давай 3 текали следующий будет 58 поле но 94 процента скоро он в общем закончат ладно а вот этого товарища с 53 мы переставляем на 42 большущие тоже поле когда-нибудь моего купим возможно кстати даже скоро и сами его припарковаться по завершению потому что это последняя у него работа на сегодня давай друг погнал едь культивируем но мы тогда поедем и рисовать маршруты этот товарищ у нас добрался до нашей водочистной станции а вроде как все должно быть относительно просто есть у нас вообще подключение к дороге здесь какой никакого подключения нету погнали смотреть что нам здесь сделать надо здесь я так понимаю у нас отпуск сыпучих грузов да сейчас есть перевод вот этих табличек что меня радует а здесь я понимаю компост будет загружаться у нас здесь налив жидкости я так понимаю нам будет загружаться сюда чистая вода или жидкий навоз если нужен нам будет а вот здесь мы будем эту самую источную воду разгружать в общем-то три триггера нам нужно подвести и все с какой стороны здесь будет удобнее всего заехать наверное вот с этой стороны но давайте с той стороны и сделаем должен так быстро добрался на 42 поле а у 53 ехал да тут действительно быстро надо было купить вольву подешевле для нашего товарища который поддоны возит но уже ладно такс как мы здесь все сделаем ну во первых нужен один проезд давайте вот отсюда начнем записывать просто без заездов на триггера ровненько здесь проехать и выехать соответственно вот как-то вот так пойдет давайте сразу тогда здесь раз мы здесь находимся прикрутим все въезды-выезды выезды въезд у нас я думаю а у нас здесь только выезд поэтому вы сделаем вот такой в одну сторону пойдет и в другую на встречную полосу потому что здесь в основном мы фуры будем ездить он не хочет здесь нормально рисовать когда мы делаем вот так вот дело вот это вот все дело двойным здесь рисуем вот такую вот точку и отсюда она тогда красиво приведет вот так красота да и только вот вот такой ты здесь он выезжает на встречную полосу и соответственно потом вот здесь от перестраивается обратно в нормально здесь же если кто-то будет вдруг ехать, он остановится перед этой точкой и будет ждать, пока отсюда свалят, если здесь кто-то будет находиться. Можно, кстати, и вот эти двухсторонними курсами сделать. Ну ладно, не будем. Поехали, въезды сделаем. Здесь со встречкой ничего мудрить не надо. Единственное, только я бы вот эту вот точку вот сюда еще одну поставил. Вот так вот. И отсюда вот так вот красиво бы как-то вот так вот завернул. Что-то здесь очень часто эти точки стоят. Я боюсь, что он здесь не будет останавливаться. Давайте вот пару штук уберем. Делаем это дело тоже второстепенными. И вот отсюда вот такой вот въезд тоже будет вполне себе симпатично смотреться. И это дело тоже делаем второстепенным. Во! Вот таких вот два въезда у нас получилось и красота. Да, но к этому триггеру, наверное, надо вот прям вот отсюда вот так вот рисовать. В принципе, давайте нарисуем. Здесь даже и фура нормально должна будет проехать. Так, только давайте сначала сразу же это все дело соединим. Так, двигается КЗС наш товарищ, который привез третикалия. Вот это вот не очень хорошая новость, про которую я говорил. Так, здесь у нас что? Здесь у нас жидкости загрузка. Водохранилище. Водочистная. Водочистная станция. Водочист. Блин, как это обозвать? Пускай будет водочист. Вода загрузка. Все это в теории должно будет хорошо работать. Но только в теории. Так, здесь ты выезжаешь. Далее у нас здесь компост будет загрузка. Здесь не очень удобненько, конечно, сделано. Хотя нормально. Давайте вот здесь вот сделаем тогда. Водочист. Компост. Загрузка. О, пойдет. И с основным нашим вот этой вот сетью мы соединяем. И нам нужна еще вода выгрузка. Сточная вода выгрузка. И это мы тоже вот так вот соединяем. Проезжаем через вот этот вот триггер. Вот здесь вот рисуем точку. Локацию. Водочист. Сточная вода. Разгрузка. Выгрузка. Блин, я обычно разгрузка пишу или выгрузка? Наверное, выгрузка. Хочется просто, знаете ли, что все было более-менее одинаковое. Вот и все. Он здесь тоже заруливает и прекрасно в эту сеть попадает. В теории должно работать. Сейчас пойдем проверять. У нас как раз выполнился 58-е поле контракт. Время мы немножечко ускоряем. Этого товарища мы отправляем тогда домой. Больше нам от него ничего не надо. Кстати, домой же направо поедет, правильно? Нет, он налево едет домой. Ну и нормально. Выехал и выехал. Мы тем временем принимаем еще 22 тысячи контракта. И идем в магазин покупать бочку. Вот этот вот танкер старший. Оставляем обычные уличные шины. Боже мой, зачем здесь маяки? Маяки, наверное, нам здесь не нужны. Креплений не надо. Типа заливки у нас будут все. Размещение декалей заливки будет назад. Индикатор уровня заполнения мы оставляем. И основной цвет для воды, наверное, имеет смысл тоже сделать типа какую-нибудь серебряную такую бочку для жидкостей. Кром серы мне не очень нравится. Но вот это вот, кстати, выглядит ничего так. Хотелось бы что-то посветлее. А оно все темнее и темнее. Это, кстати, довольно красивенький цвет. Или во, оцинкованная сталь. Мне вот этот цвет нравится, пойдет. И номер ей, соответственно, уже 65-й мы прикручиваем. Окей. Ну и ее мы тоже покупаем. За 79, 650. Забрать покупку можно в магазине. У нас осталось 15 тысяч. И еще у нас немножечко появится на контрактике. Так, а этот товарищ у нас не может загрузить Тритикали. И это понятно, потому что его... Блин, скорость. Его там больше нету. Остался у нас фасоль и хмель. Значит, смотри. Две поездки. Первая фасоль. Давай загружайся. Вторая хмель. И после этого есть паркуйся. И все, в общем-то, на этом мы порешали. А мы переходим к нашей Вольве. Блин, Вольва. В принципе, белая с этой штукой пойдет, да? Нормально будет выглядеть. Мне что-то вдруг захотелось и Вольву такую металлическую сделать. С серебристой, что ли. Диэкс. Первое, что мы ей делаем, это добавляем парковочное место. У нас она уже есть. Водовоз большой. Соответственно, и Вольве, и прицепу. Также припарковать по завершению мы ставим да. Ну и первое, что нам надо сделать, это отвезти сточную воду из нашего сепаратора на водочистную станцию. Сточная вода, выгрузка. Эта бочка умеет возить известь для жидкостей, да? Ну ладно. Кстати, она может заправлять известь в поле, если что, как перегрузчик работать, если вдруг кому интересно. Так, а нам нужна сточная вода. Во. Давай, друг, две поездочки. Съезди пока. И потом ездить паркуйся. Мы посмотрим, работают ли у нас триггера для бочки везде. И для этой фуры, кстати, нашей, нам нужно открыть вот эти вот ворота. А то он потом припарковаться здесь не сможет. Блин, а этому товарищу еще целый час культивировать. Ну ладно. Ну и водочистную станцию мы, друзья, сразу же тогда включаем. Я забыл, мол, этих обслуживания там тоже провести. Триггер сделать. Сейчас поедем, сделаем. А, и очистку жидкого навоза мы тогда тоже включаем. Пускай будет. А воду, друзья, блин, тут 2,5 миллиона литров как бы вмещается. Но куда ее потом девать в таком количестве? У нас пока еще производство не требует воду. Но потом, ладно, будем смотреть. А мы тогда на спринтере. Поехали, сделаем триггер выгрузки техобслуживания ему. Да, в принципе, давай сам едь туда. Мне кажется, этот триггер будет там, где водочистная вот эта вот станция вода. Выгрузка, он один будет. Но мы делаем дополнительную точку, чтобы закинуть ее в другую папку. План такой. Заезд к сепаратору я здесь немножечко, кстати, подправлял. Не знаю, как оно тут будет работать. Фура может и не влезть. Здесь не очень удобно я это поставил. Очень близко. Здесь большой угол заворота получается. Но, в общем-то, сейчас посмотрим. Если что, вдруг подправим. Это тоже не проблема. А сентябрь, кстати, мы начнем опять с отрицательным балансом, судя по всему. Так, здесь он заезжает. Здесь он даже заворачивает. И упирается. В общем-то, это было довольно предсказуемо. Ладно. Такое ему не нравится. Это понятно. Со встречной полосы бы ему, может быть, сделать. Или вот здесь вот он сможет заехать. И наша возилка даже сможет под этим триггером проехать. Давайте попробуем. Сейчас мы его только назад чуть-чуть отгоним. Самую малость. Я за сегодняшние вырученные деньги еще планировал здесь, кстати, красоту навести. На травку вот потратиться и все такое. Но что-то как-то, знаете ли, денег опять не хватает. А вот и возилка наша приехала. Не, он здесь не заворачивает. Заворачивает. Просто не хочет. Может, каких-то пару точек стереть. Трактора здесь отлично заезжают. Еще одну настройку, кстати, попробуем поменять. Давай, друг, дубль три. Заезжайте, пожалуйста. Нет, не хочет. А не, он начал заполняться. Но он отсюда фиг выйдет. Да, выехать он отсюда не выезжает. Не, уж проблема. Ладно, делаем еще более пологий заезд. Восточную воду мы можем здесь разгрузить? Я хочу, чтобы он просто сам заполнился здесь. Видимо, не можем. Ладно, есть, выгружайся тогда. 50 кубов за раз, это прекрасно. Ехать ему, кстати, недалеко. А пока он сюда едет, мы, друзья, сделаем триггер на наше техобслуживание. А вот и не здесь оно выгружается. А где оно выгружается? Может быть здесь? Но нет, здесь быть не может. Здесь же загрузка. И куда здесь техобслуживание выгружать, прикажете? А вот тебе, здрасте. Ну и где наш триггер? Здесь какая-нибудь штука типа сменить сторону разгрузки. Или он дверь открыть может надо, я не знаю. Ладно, пока сваливаем отсюда, смотрим, чтобы разгружалась сточная вода. Сейчас как нефиг может оказаться, что триггер где-нибудь под землей просто. И поэтому оно не выгружает техобслуживание, потому что оно криво стало сюда. Нет, сточную воду он выгружает прекрасно. А техобслуживание не выгружает. Ну и это как бы не круто. То ли мы его распределяем везде, то ли мы везде его возим. Я за то, чтобы его возить, а не распределять. Может я чего-то не понимаю? Может я чего-то не вижу? Но как-то это прям, ну совсем не круто, да? Или здесь не надо техобслуживание? Здесь же надо техобслуживание. Ну, надо. Его не сильно, конечно, много тратится. Хотя вот 200 в час. Но оно здесь все равно нужно. Ладно, друзья, попозже разберемся тогда. Ты пока стою нас здесь. А, может быть потому, что оно полностью забито, поэтому не выгружает. Давайте, друзья, мы чуть-чуть мотнем время, чтобы сюда поступила электричество. Чтобы вот эта вот штука вся заморчала, забурлила в 17. Упс, не в ту сторону. Время мотнул, простите. Блин, и стало сразу 7 часов. Вообще не круто. Но зато он что-то уже сделал. Потратил немножечко техобслуживание. И сейчас оно здесь прекрасно выгружается. Лепота. Я таки оказался прав. Поэтому делаем тогда точку ТО водочист. Так, прибыл на парковку Чизель. Он молодец. И давайте тогда пораспределяем все вот это вот по нашим папочкам. ТО водочист мы в техобслуживание отправляем. Будем отправлять его кататься между всеми этими точками. Если у нас тут есть 42 куба этого самого техобслуживания, можно его и отправить его развести. Или когда будет 80, тогда отправим. А для вот этих вот троих тогда создаем новую папку. Водочистная станция. Что у нас в Вольво еще не доехало до триггера погрузки. Там заезд только с одной стороны и выезд в одну сторону. Поэтому приходится иногда круглядывать. Так, это мы и сделали. Ну и красота тогда. Едь паркуйся, друг. О, как раз мы его словили, когда он здесь и проезжает. Черт, ну стоит он вот так себе, вот честно говоря. Не доверяю я вот этому повороту. Хотя с учетом того, насколько быстро далеко от триггера он начал загружаться, то триггер скорее всего здесь большой. Ну давай, давай, ну проезжай. Ну, зараза. То есть можно его максимально сглазить. Как-то вывести хотя бы вот так вот. Вот, как-то вот так вот, наверное, да. Давайте мы его отправим просто тут проехать хотя бы через триггер. Как бы можно сделать. Ну, вроде, кстати, 50 тонн он тащит прям нормально. Справляется. Тяжело ему, конечно, но что поделать. Правда, есть вероятность, что я сейчас тут пододвигал, и выгрузка компоста перестанет работать. Ну, давай, пожалуйста, здесь не сталкивайся ни с чем. Не сталкивается. Отлично. Проезжает, выезжает. Все разгрузки здесь будут работать. Загрузка работает. С компостом не знаю. Компост мы, как правило, трактором каким-нибудь возим. Одну вот эту фуру, которую мы привезли, хватит на 43 минуты всего. А не, вру. Мы время очень сильно мотнули, там уже не так много осталось. И внезапно стало темно. Итак, что у нас, друзья, по производству. Значит, вот этот вот весь список, который у нас есть в левом углу, кроме корма. Корма надо привезти свинкам сейчас, потому что в 0 часов 0 минут они внезапно повзрослеют, и им начнет требоваться больше корма. У нас его не так много есть, поэтому маленький прицеп мы вот этот отправляем. Корм для свиней отвезти. Один разик. Давай, едь, вези. Со склада мы вывезли все. Но ничего такого не осталось. Все остальное у нас на продажу. Так вот, что у нас вообще к концу августа по нашим производствам? Все вот эти потребности, друзья, в сентябре утром порешаем. До утра тут дотянет вообще за милую душу, как нефиг. Потом, в общем-то, все и порешаем. А далее, в силосной башне, друзья, так как траву мы не будем собирать в течение года, я приостановил вот эту дополнительную линию. Но что-то мне кажется, что надо бы ее запустить. Потому что у нас тут лежит миллион литров травы. И на складе у нас еще 2 миллиона литров травы лежит. Поэтому, наверное, мы запустим две линии. Пускай работают. Пускай делают нам силос. Правда, чуть больше силосной добавки тратится, но ничего страшного. Далее, сепаратор мы запускаем. Опять. Пускай работает, пускай перерабатывает. Дегестата я немножечко сюда завез. Но, в принципе, можно будет, наверное, завезти еще раз или не хватит. О, хватит. До утра хватит. А дальше будем смотреть. Водочистную станцию, друзья. Я сточную воду отсюда, наверное, сейчас вывезу всю. Сколько ему? 8 раз тут съездить надо будет сейчас. Далее. Протравитель семян. Мы запустили. У нас работала первая линия. Тут, в общем-то, еще 40 кубов есть зерна. На вторую линию мы привезли немножко ржи. Поэтому вторую линию мы тоже запускаем. На третью линию мы привезли немножко третикали и сорга. Поэтому мы ее тоже запускаем. И на четвертую линию мы привезли вообще до хрена всего. А, кстати, на третью линию хмель у нас идет. Точно. И четвертую линию у нас фасоль, горох. Мы ее тоже запускаем. Так что у нас теперь будет прям до хрена семян. По 6 тысяч в час он нам сейчас будет делать. Ну, в общем-то, он все это зерно переработает и остановится потом. а тут кстати семян уже прилично есть можно два мана отправить их вывести на склад или один ман на два раза один мат два раза да давай друг погнал вывози оттуда семена мы погнали дальше смотреть производство удобрений тут не так много всего удобрения отсюда вывозил и их не так много произвелось может быть из навоза дегистата тоже линию запустить надо будет посмотреть давайте посмотрим сколько у нас производится навоза у вас производится 43 200 это без учета животных требуется 48 и если мы запустим эту линию то будет требоваться 96 мы столько сейчас не потянем поэтому эту линию выключаем если вдруг мы соберем прям до хрена навоза он здесь не будет помещаться будет постоянно вот это расти мы на какое-то время завезем сюда жидкого навоза и точнее дегистата и включил эту линию пока пускай так далее нпз корма для свиней 39 кубов есть а это мышь вывезли наверное до 20 кубов он уже съездил да он уже съездил забрал 18 500 поэтому в общем то еще что-то осталось это меня радует канала еще есть она перри перри перерабатывается в октябре мы еще подсолнечник убираем там тоже его будет много в общем-то зимой он будет работать у нас все хорошо здесь у нас дизеля 8 кубов осталось но правда опять-таки техника есть пополняться на эту заправку поэтому все хорошо на нпз кстати дизельного топлива почти 200 кубов есть нормально пока что все тех обслуживание потихонечку складируется я думаю что утром у нас уже будет 40 кубов здесь закинем их в наш спринтер и пустим развозить везде далее лесорубы дерево я недавно вывозил отсюда по одному поддону там есть пока что мы трогать не будем отсюда я тоже почти все вывозил не так давно поэтому тоже все хорошо дерево кстати вывез к нам на склад если что будем контейнером сюда добавлять далее наш компостер перерабатывает траву перерабатывать солому кстати у нас есть солома бобовых вместимостью 600 кубов включаем эту линию сколько у нас этой солом бобовых она у нас не здесь она у нас на другом складе она на складе тюков лежит анимации здесь нету только на обычные вот эти стандартные тюки но здесь принимаются все вот эти дополнительные салон бобовых у нас немного 175 кубов поэтому берем нашу джесси бишку вот эту с фуражным прицепом на 50 кубов четыре раза говорим есть ездить он едет отвозит и возвращается сюда обратно о свинкам нашим завезли покушать отлично так вот компоста будет много сейчас его 84 куба пускай складируется тут тоже большой бункер потом будем думать что с ним делать с водочистной нашей вот этой штукой все понятно уже есть вода что с ней делать пока хз в электричестве мы вроде сильно не нуждаемся поэтому у нас пока что на бега только сила сработает завтра завезем сюда силос ну и в общем то с планами вроде как все завтра утром друзья в сентябре у нас еще какая-то часть уборочная будет это уже друзья в следующей серии осень оставим на на следующую серию всю октябре уборочная будет и так далее ну и завтра утром тогда начнем с наших заводиков кстати баланс уже минусовой отлично что-то получим за контракт конечно но это ладно поэтому друзья чтобы не пропустить следующую серию на канал подписывайтесь если не хотите ее ждать то на бусте уже она есть спонсором кто меня там поддерживает огромное спасибо за поддержку еще раз по моему я в этой серии до решил титры в начале стоит но любом случае ребята вам огромное спасибо за поддержку еще раз но и у меня на этом все всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем пока ки спасибо за просмотр субтитры делал DimaTorzok спасибо за просмотр